нашим бройлерам сегодня 20 дней контрольного взвешивания это коп 500 чехии напоминаю вас корм сибирская корона напоминаю вас сибирская корона сибирская корона до пива на корта южная корона напоминаю вас дубль 2 друзья всем привет коп 500 чехия 20 дней корм южная корона у нас сегодня контрольное взвешивание как вы все поняли так значит птица переведена из брудера клетку на два яруса средний и верхний ничем не подогревается температура в курятнике давайте посмотрим напротив так 23 градуса тебя так внимательно слушают и посмотрите что изменилось изменили корм мы с 14 числа 14 дней вернее до двух недель перешли на рост который кормится 3 4 неделю так мы здесь я не знаю есть смысл показывать состав или нет но посмотрите кому интересно пшениц кукуруза жмых сырье животного происхождения минеральное сырье аминокислоты ферменты антиоксидант премикс витаминный сырого протеина 2150 ну и так далее значит дата выработки 20 04 срок хранения также 6 месяцев значит с последнего нашего включения это 11 дней было до по 20 сутки мы ничем не пропаивали пили просто воду по пропойкам я скорее всего не буду либо ничего делать либо какой-то минимум виде не селена возможно посмотрим почему так потому что последние две партии мы растили на ну не две там больше партии но короче последние две точно мы растили на курине без дополнительных пропоек то есть там никаких кальция бор глюканата и если она не было ни дополнительно витаминов после первых суток в общем ничего я не давал и птица растет нормально как бы вполне нас устраивает то же самое делаем это и дюки там веса то же самое проделаем и вот с этой птички я думаю так по климату значит температуру сказал вентиляция работает постоянно сейчас выключена потому что ролик записываем так что еще по памяту вот перед вами смотрите показывай вот такой консистенции он влажнее чем на другом корме который мы до этого использовали но не назовешь по носу да все нормально как бы но скажем так что процент влажности у него повыше чем на другом корме пьют пьют мне кажется что больше но разумно да был вопрос значит по поводу количества муки или пыли до который остается в кормушках мука или пыль как хотите назовите есть но в разумных пределах в принципе если ее оставлять голод не тетка бройлер доберет но я до этого не довожу если мне меня вот конкретно не устраивает я вижу что пыль и есть птицы некомфортно да там забивает воздухе значит еще какие-то проблемы у них ну просто им не хочется неприятно его потреблять я просто-напросто высыпаю добавляю в мешанке не сушкам или там другой птицы тем же уткам вот и насыпаю сюда свежую крупку вот так что попыль его пока на старте и на росте в небольшом количестве мука на дне кормушки остается вот но она у всех кормов остается на газет но вот здесь меньше так что еще что еще потеря потерь у нас тут не было с 11 дня в последнего включения и до 20 у нас и с этой как он с момента поселения в брудер птицы до 20 дня там по моему два слабых отошло это вот которые ошибки инкубации да проблемы связаны с инкубацией и все пока вот пока так вот негритеночек то вот он хороший лежит красивый какой а где серый видишь спит углу вот кого мы тискали с вами извините от перебила ничего я уже привык так ну что давайте взвесим по поводу взвешивания значит как мы решили будем контролировать вес птицы не будем мы в этот раз пальцы вешать давайте попробуем по-новому то есть мы сейчас пока не можем разделить их по половым признакам да где петухи где курица мы будем взвешивать все вместе сутки ну как кто-то попадет грубо говоря все 96 да нет небольшими группами вот а когда уже увидим разницу между курицей и петухом то будем взвешивать отдельно кур отдельно петухов и наверное может быть даже возьмем другую табличку для контроля весов где будут указаны отдельно резки петухов и отдельно для клуб но у нас помечен у нас помечены да вот есть парочку серый и черный так ну давайте вот смотрите кстати говоря вот сейчас показываешь вот разница видна вот смотри какой-то недоросток а вот какой-то переросток ты здесь затесался по ходу не бройлер мини легорн коры бывают видите вот такие вот экземпляры но штучек может быть 2 3 из партии 100 штук может попасть так но его мы не учитываем я думаю кстати знаешь очень удивительно что он до сих пор выжил если честно с такими лосями которые затопчет в кого угодно из практики скажу что скорее всего он погибнет 10 штук у людей и обнулил и обнулил да с ними все 0 нет и тазик с ними а вообще с ней все учтем давай так два поскольку по 5 показался и давай может по 2 я больше не будет выпрыгивать просто так давай по 3 хочешь хорошо давай по 3 потом считать как 3 2 складывать давай 5 уж тогда заталкиваем можно просто вообще арифметические строк вычислить и все ладно решим тихо тихо все они не очень кстати да это после индейки уже ощущение что все прыгают 4 375 есть контакт вот смотрите есть поменьше есть побольше этот смотри какой крупный мне кажется самая крупная спина вот этого так сейчас мы давайте взвесим уже отдельно тогда крупного отдельно мелкого не гречен очка взвесить да не гречен очка нас примечен и тебя не расспросили не надо пугать птицу люди нам верят вот прямо вот не знаю вот этот вот тебе не кажется вот и вот этот и рядом стоит а вот этот какой крупный но мне что сачок принести бузкин насколько даже то быть ты же не сказал ты не попутал не сейчас я покажу бумажку так вот мы взвешивали в 11 дней 298 был вес сейчас в 20 дней 775 что-то без камеры то ничего не вижу через камеру вообще не разглядишь 775 хорошо на все есть контакт есть это что у нас был крупный крупный давали он мелкого дел кого-то вот не будем забрать он кушает он занят вот мелкий 645 меньше норматива да да меньше норматива так ну и давай ну все пятерых взвесили а то будет тебе средний средний все разбежались но все разбежались нет вот смотреть тебе идет прям он большой за то что он тебя куснул мне кажется он большой а смотри-ка норма как по таблице все черного и с верхнего яруса еще возьмем саша черного схватил а схватил малыша ради интереса смотрите это наш негритеночек до 760 грамм да молодец мы уничка не а вот это малышечек смотрите цвет говорит играется не говорит о размере как написали в комментарии 275 грамм зато возможно он умный он очень умный судя потому что выжил до сих пор сверху потому что разница температур ну разница совершенно незначительная когда курятники 23 24 градуса килограмм 40 да это я взял так на обум но он такой да упитанный так ладно давайте пятерых опять какие стоят нет но я не вижу прям этот крупный саш вот смотри крупных не брала специально это средний придавая так вот этот убежит 4 340 4 340 почесаться давай 4 недели это у нас получается сколько дней интересно 28 сложные до математических расчет так вот 4 недели мы их приведем на финиш и все они 30 не зависим то есть 28 дней перейдем на финиш в 30 здесь посмотрим что будет все на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки все пока что же на пасаран но саран какой враг не пройдет что за враг у вас но пасаран если коротко это политический лозунг означающий твердое намерение защитить свою позицию но пасаран